Ограбление аптеки по-бразильски. Сколько стоит особняк, в котором скончалась Мерлин Монро и где открыли крупнейшую в мире плавучую солнечную электростанцию? Об этом не только в нашем обзоре. В Бразилии вооруженный преступник хотел ограбить аптеку, но не тут-то было. У всех четырех покупателей тоже оказалось оружие, и они недолго думая открыли огонь по налетчику. Безоружной оказалась только продавщица. Видео с камер наблюдения выложили в сеть. Пользователи наперебой пишут, что преступник зря решился ограбить аптеку в криминальном районе. Особняк, в котором скончалась Мерлин Монро, продали в США за 7 миллионов 250 тысяч долларов. В доме общей площадью 240 квадратных метров есть четыре спальни и три ванные комнаты. Он расположен в районе Брэнтвуд в окрестностях Лос-Анджелеса. Прежний владелец, который приобрел особняк Монро в 2012-м, не проживал в его стенах ни одного дня. Ночь в музее Амстердама под картиной Рембрандта разрешили провести школьному учителю Стефану Касперу. Такая уникальная возможность ему выпала по счастливой случайности. Он оказался десятимиллионным посетителем. Спать в двух метрах от полотна Рембрандта, ночной дозор, да еще от ужинов перед этим изысканными блюдами просто волшебно. Поделился впечатлениями учителей, признался, что сделал пару селфи на память. В США выставят на аукцион редкие экспонаты Диснейленда. Всего с молотка продадут около тысячи предметов. Некоторые раритеты принадлежали самому Уолту Диснею. Среди самых дорогих лотов нарисована от руки карта Диснейленда 1953 года. За нее планируют выручить 900 тысяч долларов. Кроме того, на торги выставят сценарий Золушки и коллекцию иллюстраций Пиноккио. Аукцион в Лос-Анджелесе запланирован на 25 июня. На Аляске в городе Анкоринш медведь притопал на поле для гольфа в самый разгар игры. На видео, снятом очевидцами, видно, как косолапый подбежал к флажку, установленному над лункой. Встав на задние лапы, медведь потрогал его, а потом спокойно порылся в сумках игроков. Не найдя ничего интересного ни в игре, ни в сумках, зверь убежал в освояси. В Китае построили самую большую в мире плавучую солнечную электростанцию. Комплекс мощностью 40 мегаватт расположен вблизи города Хуаньнань, на водоеме в районе затопленного угольного карьера. Вода в искусственном озере непригодна для использования. А вот для солнечной электростанции она очень даже кстати. Благодаря охлаждающему эффекту воды плавучая платформа работает более эффективно. Музыка. Продолжение следует...